Конкурс «Лидер доверия-2020» стал 14-м по счету в Рязани. На подведении его итогов собрались коллективы и лидеры рязанских предприятий и компаний, которые на протяжении последнего года показали себя с наилучшей стороны в сфере обслуживания клиентов. Основной состав победителей ежегодно остается неизменным. Все они заслужили доверия у рязанских потребителей. Несмотря на то, что этот год оказался непростым, особенно для бизнеса, в нашем городе существуют те компании, которые однажды, подняв свою планку в работе, придерживаются ее годами. В этот раз вновь для выявления победителей проходило определенное тестирование, которое было отработано в течение нескольких лет. Тест независимый, который проводили, можно назвать общественной экспертизой, которая показала срез вот этого бизнеса, который на протяжении многих лет отвечает требованиям. То есть качество, безопасность, отсутствие претензий. И из года в год мы видим, что люди эту планку, повторюсь, не снижают. В ходе тестирования в первую очередь оценивалось наличие претензий к компании со стороны контролирующих организаций, а также участие фирмы в судебных разбирательствах. В состав комиссии вошли представители контролирующих надзорных органов. Со стороны государства, муниципалитета, либо общества осуществляет государственный и общественный контроль за защитой прав потребителей. Данная норма прописана в самом законе, который так и называется, закон о защите прав потребителей, который принят в 1992 году. Текущий год показал, что из-за пандемии многие компании ушли с рынка. Те, кто смог обеспечить доверие потребителей, на этом мероприятии делились друг с другом секретами успеха. Во многом это грамотная работа руководства, а также слаженный и крепкий коллектив. Свою награду на этом мероприятии получила и наша телекомпания «Город». В самое ближайшее время мы готовим сюрприз для наших телезрителей. Мы запустим сразу несколько проектов. Один из них – это детская телепрограмма, ведущие которой будут в том числе и дети. О других телепроектах карты не хотелось бы пока раскрывать, но я уверена, что многие телезрители в будущем найдут для себя что-то интересное. Участниками сюжетов и программ можете стать и вы. Если у вас есть интересная история, которую вы хотите поделиться с окружающими, позвоните в редакцию телекомпании «Город» по телефону 70-00-20 или 70-00-21. Свои темы и предложения можно предложить также в группах в социальных сетях. Мы вещаем на собственном круглосуточном телеканале «Город», который так полюбился рязанцам, а также на трех федеральных каналах в рамках региональной врезки – это РБК, Че и Ю. Телекомпания «Город» рада представить, как всегда, разнообразную сетку вещания. Каждый из наших любимых телезрителей найдет зрелище себе по вкусу. Вас ждут герои многосерийных детективов, мелодрам, боевиков и приключений, российского и иностранного производства. Наука, история, наша повседневная жизнь – вот темы документальных фильмов на телеканале «Город», нужные зрителям всех возрастов. Анонсы всех фильмов и сериалов, любимые телепрограммы вы можете посмотреть также в интернете на нашем официальном сайте город62.тв. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».